Коротко расскажу, что вас здесь ждёт. Это игра Keep Talking and Nobody Explode. Проще говоря, игра, где нужно будет раздефьюзить бомбу. Играем мы с Данилом, и за каждый взрыв мы будем пить яблочный сок. Ну вы поняли. Сложность в том, что я не вижу экран Данила, а он не видит мой. Инструкция, естественно, у него. Наша цель — разминировать пять бомб, ну и остаться адекватными. Конечно. Фух. Ладно, давай просто без этого, без лишних слов. Хотя надо было почитать такие инструкции, потому что я уже ничего не помню. Я ничего тоже не помню. Мы будем много пить и проигрывать. Проигрывать пить. Я думаю, что, может быть, ты прав. Ох, во-первых, вот бомба. Хорошо. Здесь первое, что я делал, это смотрю на количество модулей, да, получается, активно. Здесь три модуля. С проводами, с кнопочками и с кнопкой. Вот. Кнопка открывается. Прикольно. Давай провода. Вась, я только что нажал кнопку и случайно всё сделал правильно. Уже провода, да. Если нет красных, режьте второй. Да, сработало. Теперь, короче, такие квадратики с этими, со странными изображениями. Иероглифы, да, там, где кнопка в профиле ещё была. Иероглифы, да, 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 да. Ну, говори же, что видишь. Нет, ты должен говорить там. Там нужно как-то по-другому это проходить. Нет, ты просто должен говорить, что ты видишь. А я смотрю, какой столбик. Да, воздушный шарик, квадрокоптер, как будто собака и звезда. Всё, ну, нашёл. А что с этим делать, я вообще не... Ну, так, я тебе говорю, что... Нажмите четыре клад... А, порядок, всё, всё, отлично. Квадрокоптер. Квадрокоптер. Шарик. Шарик. Потом собака и звезда. Ну, и звезда. Да всё, готово. Даже пить не надо. Выкин за проход. А, ну ладно. Если жёлтый провод всего один и только один... Да. А белых проводов больше, чем один... Да. Режьте четвёртый. Ха, отлично. Опять четвёртый. Да-да-да, теперь вот этот блок, такой кубик-рубик от цветной, который странный. Он как ромбик, да? Ромбик, ромбик, да-да-да. Где-то я его видел, вижу. Ой, я не понимаю ничего. Тут написано, ну, горит красная, горит синяя, горит зелёная, горит жёлтая. У тебя горит чё-нибудь? У меня горит зелёная. И, возможно, потому что я нажал её случайно. Вот это надо. Ну, пох... Так, горит зелёная. И у нас нет ошибок. Нажимай тогда... Жёлтую. Понял. Да. Сейчас зелёная, жёлтая. Горит. Зелёная, жёлтая, да. Да. Ну, тут я уже не знаю. Одна минута остаётся. Допустим, хорошо, горит жёлтая. Так. Если горит жёлтая, ну, нажми зелёную. Ну, ладно. Не-не-не, теперь одна ошибка. И ускорился таймер. Теперь есть ошибка. Да. Нажми синюю. А это от взрыва? Вась, там так всё просто. Ты просто тупой, на самом деле. Да ты не просто ничего. Просто там так, просто. Вообще. Да, Вась, там так 40-30 секунд. Вась, взорвётся, скоро рвадёт. Нажми жёлтую. Нажми жёлтую. Нажимаю. Две ошибки теперь. Нажми жёлтую тогда. Ну, мы взорвёмся. Нажимай. Убрал с экрана мышку. И да, я тянусь за стаканом. Там уже бомба пикает. Да, 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 да. Нихуку выбрали время выпить. Я теперь в третьем столбе. Ну, это правильно. И осталось две минуты. Я пока с мобками разберусь. Не сработало. Взорвались. Ладно, Вась, давай, нали... А. Наливай, ты хотел сказать, да? Если на бомбе больше двух элементов питания, а на корпусе бомбы есть горячий индикатор ФРК... Что, блядь? Если на бомбе больше двух... Давай я угадаю, просто нажму и всё. Синий горит. Горит синий. Когда будет четыре, отпустишь. Не проблема. А теперь кубик Рубика. Поехали. Нажмите кнопку на той же позиции, которую вы нажали на первом. Ага. На той же позиции. Тогда записывай. Два, три, один. Два, три, один. Ага. Чё горит? Один. Боже, я как будто загипнотизирован этой бомбой. Да-да-да. А, нет. Нажмите кнопку с тем же значением, которое вы нажали на втором этапе. Один, да? Что? Боже, да я кручу. Кнопка белая, Вась. Я начинаю переживать. Да я понимаю. Если не подходит, нажми и держи. Держу. Какая полоска? Синяя. Я чуть бомбу не уронил, представляешь? Так, полоска синяя. Отпустите, когда любая цифра обратного таймера будет равна четырем. Хопля. Ха-ха-ха. Сработало. Если горит красным, то на цифре один. Поехали, внимательно. Отпускаю. Всё. Ай-ай. А микрофон ударился. Хорошо. Теперь такие слова странные. Короче, погоди. Да, первое пусто, стой, готово, пас. Вась, мы не сможем это пройти. Нет, сможем. Давай. Вась, мне плохо. Пас-с. Да, пас-с. Да, пас-с. Смотри. Теперь я тебе диктую какие-то слова, и это почему-то тебе нужно. И пробел так. Я абсолютно не имею значения. Нет, следующее. Пас-с. Завещание. Я завещаю тебе телефон. Я нажимаю да. Я не успел. 51 секунда. 50 секунд. 49 секунд. 48 секунд. 46. Что? Какая кнопка, кнопка? Красная держать. А, Вась, она пройдена. Я всё перепутал. Долбай. Сейчас, подожди. Икнуть хочу. Икнуть хочу. Ты что, конченый, блядь? Ромбик, 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 ромбик. Горит синяя. Вась. Что такое? Мы не успеем. Мы не успеем. Я не могу его найти. Даже. Я угадываю. Надо нажать зелёную. Много классных проектов выросло из фанатских начинаний. Та же Контра это модификация к Half-Life. Похожим путём шёл из Сталкрафт, перенося зону отчуждения в мир Майнкрафта. Но за 10 лет проект кучу раз изменился, переехал на собственный движок и перепридумал собственную вселенную. Сейчас Сталкрафт это бесплатный шутер от первого лица с огромным открытым миром. Здесь ни на минуту не утихают войны группировок. И ты сам выберешь быть на стороне вольных сталкеров или безбашенных бандитов. Выбор стороны влияет на сюжетку, которая выполнена в духе сталкера и занимает порядка 50 часов. В игре много снаряжения, гибкая настройка оружия. Это позволяет подобрать сет под свой стиль игры. Можно собрать комплект ловкого снайпера, который выносит врагов издалека с винтовки, или наоборот взять тяжёлый экзоскелет. Выбирай на свой вкус. Сталкрафт активно поддерживается разработчиками. Игра получает в среднем 2 обновления в месяц и регулярные ивенты. Сейчас идёт событие Арена Русов, посвящённое, как можно догадаться, борьбе русов с ящерами. Переходи по ссылке в описании, забирай годное стартовое снаряжение для комфортного старта и начинай свои приключения в зоне. Если красных проводов больше, чем один. Нет. Если последний провод жёлтый. Чувствую, нужно третий. Нет. А красных нет. Нет, есть. Есть красный. Красный есть. А жёлтый? Жёлтый. Ты до этого не дошёл. Если синий провод всего один. Их нет. А, если жёлтых проводов больше, чем один. Да. Режьте последний. Блин, ну четвёртый. Хорошо. Давай, что у тебя? Давай, давай, давай. Порок. Написано. Порок. На конце какая буква? К. Как? Порок. К. Пороки, да? Порок. Порок. Ты можешь не тянуть время? А ну, пожалуйста, ну. Я не могу найти даже это слово. Ваше моляю, ну. Может, ты другую версию запустил? Здесь нет слова. Порок. По-ро-к. На экране горит порок. Тут есть только погоди, стой. О, больно. А, вот пусто. А где порок? Подожди. Ну, порок. Порок. По-ро-к. Готово. Первое. Нет. Пусто. Ничего. Да, еще раз, еще раз. Весело, весело, весело. Во-встой, погоди, стой. Во все, вовсе. Все, все. Жми дальше. Че, че, че. Все. Ла-би-ринк. Третий столбик, пятая строка. И четвертая. И. И. Нет. И первый. Первый столбик. Первая строка, четвертый столбик. Пятый столбик. Четвертый столбик. Пятый столбик. Четвертый. Пятый. Четвертый. Нет, пятый. Еще раз, третий столбик, пятая строка, и пятый столбик, первая строка, вот. Ну что я тебе скажу, блядь, ну нету такого. Ты про кружки говоришь? Нет, это пиздец, у меня значит опечатки, но нету такого. Ну есть, я нашел, вот, третий столбик, пятая строка, и у него второй кружок должен быть, первая строка, четвертая. Вась, я больше не могу продолжать, я не могу. Ну как этого может быть, ты точно правильную версию инструкции открыл? Да потому что там была пятая строка, пятая строка у первого показателя, третий столбик, пятая строка, ты говорил четвертая. Я говорил пятая, ты говорил четвертая, ты говорил четвертая, я говорил пятая, ты что, дебил? Ну ты что, сошел с ума, но я не могу продолжать. Ага, нажимай. Желтое, синее, красное. Вроде бы, это не точно пиздь. Мы мертвы? Красное, желтое, синее, красное. Ты не нашел, что ли? Еще, а, еще раз. Блин, еще раз, скажи как. А уже, не важно. Не важно, да, ну ладно. Я больше не могу. Слышишь меня? Я вижу. Тебе нужно, ну, смотреть на слово во втором столбце последнее. Так я смотрел на слово, вот это, а пас, тогда что? Я смотрел на второе, ты мне сказал. Ну, хорошо, хорошо. А было какое слово у нас? Ничего. А, ну нажми на, в первом столбце, на второе. Я хуйня, здесь отмечено, типа, как будто глазик на нем. Нажми. Мы взорвались? Нет, ну я раздефюзил кнопку, где написано было взорвать. Ты мне провод раздефюжу нужный. Да, угадал и провод, Вась. Я выберу два знания рандомом. Давай, без слова глаз. Гла-с. Ну хорошо, здесь нарисован глазик. Во втором столбце, в последнем, ну, в третьем. Хорошо, еще раз читаю тебе. А его нажать надо или читать? Я не знаю, у тебя инструкция, ты дебил. Тихо, все, все, все. Какое, что ты, скажи? Еще раз, еще раз, еще раз. Еще раз. У нас есть еще время? Одна минута. Нормально, сейчас, сейчас. Не нормально. Пей. Желтое, зеленое, зеленое. Все, мы в шаге от победы, Вась. Красное, синее, синее, красное. В пизде. Желтое, зеленое, зеленое, желтое. Я не понимаю, что ты говоришь. Красное, синее, синее, красное, синее. Желтое, зеленое, желтое. Ай! Все испортил. Я не знаю, ты сбил меня. 37 секунд. Подожди. Красное, синее, синее, красное, красное. Желтое, зеленое. Ну ты, ты, нахуй, не цвета говоришь. Горит 2. Да. Нажмите кнопку с тем же значением, которое на первом этапе. Там было 121. Один. Давай, пожалуйста. Весело. Я не могу найти их даже, понимаешь? На меня давит шлем, мне жарко. Ладно, я нашел. Так, весело. А, чей вопрос. Вовсе слитно, вовсе. Нет. Вовсе слитно. Нет, не могу. Жми. Что? А, да, жми, жму, жму. Нажал. Блядь. Это неплохо. Я не вижу, у меня глаза расплываются. Пусто, пожалуйста, болит голова. Голит болова. Не могу. А, нашел. Пусто. Весело. Да. Изи. Изи, изи. Изи, лабиринт, лабиринт. Лабиринт. Лабиринт и все? Это последнее? Да, и все. Мы в третьем столбике. Нет, нет, это кружки, кружки. Да, мы в кружки. Мы в третьем столбике четвертом ряду. Ох... Есть. Давай, давай, брат, давай. До конца вниз и потом направо. Да. 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 Я с тобой. Да. Да. Ну, выпьем за это. Я больше не могу. Что? Ну, на этом, в общем, все. Надеюсь, вам понравилось. Хочу пару слов сказать, почему ролик не вышел вовремя. Ну, потому что, во-первых, из-за событий в Москве не хотелось совершенно его делать, а, во-вторых, это было бы неправильно, ну, просто выкладывать такой период. Честно, без настроения был все это время и еле закончил монтаж этого ролика. Материал был записан раньше и просто ждал, когда я за него сяду. Берегите себя и, надеюсь, увидимся в следующее воскресенье. Всем пока. Продолжение следует...